Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Надзорному ведомству удалось значительно продвинуться в следственных мероприятиях. Генпрокурор отчитался президенту о ходе расследования ряда резонансных дел. Президент посетил кадетскую школу, на базе которой проходят экзамены для поступающих в учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Благодарственные письма и почетные грамоты от президента представители СМИ удостоены государственных наград в честь 23 июля. Президент Алан Гоглоев провел встречу с генеральным прокурором. Глава государства заслушала информацию о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел, находящихся в производстве генпрокуратуры. Глава надзорного ведомства также рассказала об уголовном деле, которое возбуждено по факту геноцидастинского народа со стороны Грузии. Подробности у Стеллы Бясровой. Григорий Субаев доложил Алану Гоглоеву о ходе расследования дела об убийстве Ричарда Мамиева, которое было совершено 28 февраля 2023 года в Скинвале. По данному уголовному делу практически завершены все следственные мероприятия. Планируется проведение еще одной экспертизы, по результатам которой, уже исходя из результатов которой, уголовное дело будет направлено в суд. Задержка с экспертизой у нас происходит ввиду отсутствия надлежащих специалистов на территории Нижней Осетии. Мы проводим работу с коллегами, в том числе в Российской Федерации, для установления всех обстоятельств по уголовному делу. Генеральный прокурор подчеркнул, что ведомству удалось значительно продвинуться в ходе расследования уголовного дела по факту смерти Вячеслава Тигиева, студента госуниверситета, которое произошло в мае. Помощи оказываемой совместным информационно-координационным центром. Нами проведено порядка четырех экспертиз. Повторюсь, ход расследования значительно продвинулся. Однако детали, к сожалению, разгласить не могу, поскольку это касается непосредственно личности самого потерпевшего. И может быть, разглашено исключительно с согласием матери потерпевшего, которая отслеживает ход следствия, принимает активное участие, дает показания касаемо расследуемого события. Глава надзорного ведомства также рассказала об уголовном деле, которое возбуждено по факту геноцида остинского народа со стороны республики Грузия. Фигурантами являются Михаил Саакашвили и другие должностные лица, принимавшие участие во время событий в августе 2008 года. Они сейчас у нас объявлены в розыск, ведутся необходимые мероприятия. Дело не может быть приостановлено, поскольку оно живое дело, уже насчитывает более 300 томов. Признаются новые потерпевшие, устанавливаются новые обстоятельства, оценивается ущерб, понесенный гражданами. То есть это живое дело с 2008 года, оно практически не останавливалось, расследование по нему ведется безостановочно. Генпрокурор доложил и о ходе расследования уголовного дела по факту убийства Суслана Валиева и отметил, что все следственные мероприятия по делу практически завершены. Готовится итоговое обвинение. После соблюдения всех необходимых процедур, связанных с ознакомлением с материалами уголовного дела и разрешения ходатайства стороны защиты, дело планируется направить в суд. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Ринат Медой, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Глава государства интересовался ходом мероприятий по повышению квалификации работников образовательных учреждений. В ходе встречи с министром образования президенту также доложили о готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Подробности в материале Стеллы Бязаровой. Образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Проводятся косметические ремонтные работы в школах и детских садах, сообщил министр образования Аслан Лулаев. Определенные трудности имеются, но так иначе все образовательные учреждения к началу нового учебного года будут открыты. Работа с отделами образования, с управлением образования города ведется. Всячески оказываем поддержку, в том числе и в работе с министерством финансов. Финансовые средства сроки были спущены и все необходимые виды работы были завершены к новому учебному году. Глава государства поинтересовался, как проходит мероприятие по повышению квалификации работников образовательных учреждений. Аслан Лулаев отметил, что аттестация уже завершена. Все результатами президент будет ознакомлен в ближайшее время. Также Лулаев отметил, что с начала нового учебного года будут пересмотрены подходы к аттестации педработников. Аттестация педагогических работников, в том числе и руководителей образовательных учреждений, как таковая завершена. Сейчас в Центром оценки качества образования готовятся документы, в том числе и распорядительные. В течение недели в Министерстве соберется аттестационная коллегия по рассмотрению по факту результатов аттестации. Фактически она уже завершена, мы анализируем ее. Как только документы к нам поступят в виде справки, полную информацию предоставим на ваше имя. Но вместе с тем, понимание того, что с начала нового учебного года подходы к аттестации должны быть пересмотрены. Они у нас есть, тоже в письменном виде мы вам изложили. Президент подчеркнул, что совместно с учителями и руководством образовательных учреждений необходимо выработать механизм для успешной реализации аттестационных мероприятий. Поступало много вопросов в ходе проведения аттестации, поэтому надо вместе с учителями, директорами, завучами вместе собраться и доработать механизм, который бы привели к тому, что вот такого негатива со стороны и оборудовательского сообщества не поступало. Что у нас с учебниками по истории? Ведется работа между Министерством образования и научно-исследовательским институтом. Макет учебника по информации директора научно-исследовательского института, как его Роберто Хазбича, передан заработку в Северную Осетию для корректировки, для, скажем так, перевода с научного языка на педагогический, чтобы учащимся, скажем так, язык изложения самого материала был более ближе. Еще раз хочу озвучить сроки. В декабре месяце, по заверению научно-исследовательского института, макет учебника будет передан Министерству образования для его бёрстки, для того, чтобы мы ознакомили его с педагогическим сообществом в том числе. И если, скажем так, я уверен, что мы вложимся в временные рамки, и по содержанию необходимо переговорить и с комитетом, с парламентским комитетом, с профильным, чтобы потом, в дальнейшем у нас не получилось так, что мы книгу уже, значит, издали, а к содержанию книги потом появились вопросы. Предварительно надо проработать этот вопрос. В Минобрии работают над внесением изменений в законодательную базу. Поправки коснутся целевого образования и нормы по уходу и присмотру воспитанников дошкольных учреждений. В том числе мы должны узакомнить норму по уходу и присмотру учащихся в дошкольных образовательных учреждениях. Речь идёт о родительской оплате. То есть мы её фактически узакомним, чтобы в образовательных учреждениях была возможность законно, скажем так, собирать родительские вносы. Добровольно. Добровольно, да, согласно законодательству. То есть сейчас у нас есть определённые проблемы в этом. Данная работа... То есть, получается, родители сами предлагают законодательные базы и соответствующие? Нет. И все проверяющие органы нам ставят укор, что никаких законодательных норм по совершению этих процедур у нас нет. И в этой связи мы тоже, конечно, должны действовать в рамках законодательства. Понимание есть. Необходимость того, что родительские вносы должны быть в законе, она тоже есть. Наши образовательные учреждения испытывают проблемы, потому что зачастую финансовых средств на содержание зданий и функционирование в отчётах этих дошкольных учреждений. Эти родительские вносы были всегда так. Но факт, да. Они были, получается, незаконны. Абсолютно это. И думаю, к сентябре месяце мы эту работу закончим. О ходе работ по поручениям главы государства читался и глава городской администрации. В частности, Ромео Хугаев представил проект по обустройству пионерского парка. По его словам, планируется разделить парк на две части – игровую для детей и зону отдыха для взрослых. В Баннистский парк рассматривается два варианта. Распределить зоны – это шумная зона, так называемая игровая, то есть расширить игровую детскую площадку. Мы, наверное, входим на аттракционы, это автоджезаген Мауэлло. Мы эти аттракционы намерены перенести в Большой парк. Городской администрацией также проводится работа по благоустройству Центрального парка имени Валерия Хубулова. В настоящее время идет совместная работа с сотрудниками УРС, тесная работа. Посматриваются несколько вариантов устройства Центрального парка имени Валерия Хубулова, а также Пионерского парка. Нам предложили безвозназначить несколько саженцев по благоуни, а не в горшках. Можно высаживать сегодняшнюю. Просто также прорабатывается несколько вариантов, какие вы растениями там должны и где, самое главное, и где. Но те замечания, на которые вы указали, те получения, которые вы дали, они прорабатываются, они будут использованы. Также Ромео Хугаев сообщил, что продолжается работа по замене кровель в многоквартирных домах столицы, а также по обустройству придомовых территорий. В ближайшее время начнется и ямочный ремонт. Ямочный ремонт будет проведен, также будут облагоустроены несколько придомовых территорий. В ходе встречи также были обсуждены вопросы работы жилищной комиссии, в частности, процесс ее работы с момента подачи документов до момента распределения жилья. Стелла Базарова, Ринат Медоев, Сармат Гузитаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня же президент посетил Кадетскую школу, проверил ход экзаменов для поступающих в учебные заведения Министерства обороны России. Тестирование абитуриентов проводится в цифровом формате с участием российских специалистов. Глава государства пообщался с поступающими их родителями. Тему продолжит Агунда Губосова. В Кадетской школе проходят экзамены для абитуриентов, поступающих в высшие военные учебные заведения России. Сегодня глава государства ознакомился с экзаменационным процессом. Президента проинформировали, что впервые ребята сдают экзамены в цифровом формате. Испытания проводятся на компьютерах. Чтобы исключить задержки и трудности из России, прибыли специалисты для проведения тестирования. О том, как проходят экзамены, отчитался приглашенный специалист Данил Корабельников. Исключена всякая составляющая подделки, списывания, записывается экран. Вот идет видео-аудиозапись. Плюс к этому у нас имеется дополнительная обработка ручная. В Москве сидят преподаватели. Днем, ночью они обрабатывают с тем, чтобы... То есть компьютер обработал компьютер, а они за ним проверяют? Действительно, очень объективно. Президент также пообщался с абитурентами и их родителями. Он интересовался, есть ли какие-либо вопросы или замечания к процедуре проведения экзаменов. Глава государства отметил, что для него было важно услышать мнение абитурентов и их родителей. О том, насколько прозрачно и объективно проходят испытания. Продолжение следует... Продолжение следует... ...сталет для него... ...это это стоит. С тот, что мы достаем вопрос. Продолжение следует... ...это нет вопросов... ... legend, в котором мы получили... ...в essence ответили... ...не к чему, к чему, что это и не вопросов, ...надролицу, но не вопросов поясни Sorry. Продолжение следует... ...это не справедливости, но не правдавливает нас. Мы должны быть так за с程еру, чтобы мы будем делать на экзамен. Я делаю это. Мы будем делать это. В зависимости от того, чтобы мы будем делать на экзамен. Мы можем делать это и делать программу, механизм. Экзамен транслируется на телеэкране, что позволяет родителям и членам экзаменационных комиссий наблюдать за ходом сдачи испытаний. Агунда Губозова, Аида Кочиева, информационный выпуск сегодня. Грузия продолжает обвинять Россию в нападении и захвате ее территории. Проблема восстановления утерянных территорий в кавычках все чаще звучит в последнее время в политическом пространстве соседней республики. Югостинские эксперты отмечают, что в Грузии не извлекают уроков из истории ситуации на Украине, а их попытки приблизиться к вхождению в состав НАТО провальные. Эльвира Тибилова продолжит. В преддверии 15-летия признания независимости Южной Осетии информационное поле заполнилось разного рода материалами. Грузинская сторона продолжает обвинять Россию в нападении и захват ее территории. А пресловутые грузинские воины уверены, что после победы Украины у них есть все шансы на реванш. Южная Осетия – это созданный термин коммунистами в 1921 году, когда они создали эту автономию. Историческое название этого региона – это «Шидакартли-Самачаблу». Южная Осетия – это созданный термин и употребляется для сепаратизма. Моя семья прекрасно знает, что Россия – это наш враг. И везде, где будет Россия, я всегда буду вступать с ней в бой. Так называемая проблема восстановления утерянных территорий все чаще звучит в последнее время в политическом пространстве Грузии. Яро этим спекулируют оппозиционные партии. В будущем году в Грузии намечены парламентские выборы. И подобные громкие возгласы являются во многом проходными билетами к депутатским креслам. Попытки эти не слишком удачные, однако их частая периодичность не может не вызывать опасения. Буквально в эти дни очередные заявления и планы «деоккупировать» территорию Грузии, восстановить целостность и так далее, и так далее, прозвучали со стороны ведущих оппозиционных грузинских партий. Как известно, там сейчас происходят попытки создать оппозиционную коалицию, чтобы победить на парламентских выборах в будущем году. И попытки пока что не слишком удачные, но вроде бы на текущий момент двум оппозиционным партиям, которые представляют собой сторонников Михаила Саакашвили, ему удалось договориться о какой-то общей стратегии, о какой-то общей координации. Я имею в виду создание некой коалиции из партии «Единое национальное движение» и так называемой стратегии «Агма Шенебели», которую эту партию возглавляет Георгий Ващадзе. Все эти политические строения представляют «Единое национальное движение». Время от времени они сходились и расходились. Теперь же общий, хоть и шаткий союз двух грузинских партий в оппозиции носит название «Платформа Победы», цель у которых неизменно. Им провозгласили официально своей целью добиться вхождения Грузии в НАТО, деоккупации и восстановления территориальной целостности. Это все, разумеется, в кавычках. Во всех этих процессах они рассчитывают на помощь западных стран, на помощь той же Украины, той же Польши и ряда других государств, которые сейчас находятся в авангарде борьбы с Россией. Нынешние власти Грузии обвиняют в пророссийском курсе и готовятся взять реванш и вновь прийти к власти в будущем году. Помощь стран Запада также будет способствовать набиранию очков на выборах. Разумеется, все эти планы, все эти призывы и официально заявленные цели, они указывают на то, что очень многие в Грузии не извлекли уроков из своего собственного прошлого. Они не извлекли уроков из того, что сейчас происходит на Украине. И, судя по всему, они готовы, опираясь на мифическую помощь Запада, вновь пойти по пути эскалации отношений с Российской Федерацией, с Южной Осетией и Абхазией, в случае, естественно, прихода к власти. Все эти процессы говорят о том, что многие в Грузии не извлекают уроков из своей истории и ситуации на Украине, отметил Юрий Вазагов. Их попытки приблизить Грузию, войти в состав НАТО, окажутся провальными. Но эти деятели, они как бы совершенно не учитывают текущие реалии. Все их планы, все их расчеты, они во многом опираются на то, что Украине при помощи Запада удастся одержать военную победу, захватить Крым, захватить республики Донбасса. Но, как показывает реальная ситуация, эти планы далеки от осуществления. Все эти заявки, все эти притязания, они больше носят такой виртуальный характер. Окончательное изменение ситуации на украинском направлении, окончательный перелом, он заставит этих грузинских деятелей внести коррективы в свои новые политические прожекты. На сегодняшний день итоги таковы. Правящая грузинская партия выступает за мирный путь в возвращении территории Южной Осетии и Абхазии. А оппозиционные партии хотят развязать войну. Для обоих сторон это выигрышная тема в выборном процессе. Хотя и те, и другие хорошо понимают, что Южная Осетия и Абхазия являются суверенными признанными государствами и не допустят изменения этого статуса. Эльвира Тибилова, Арнольд Харебов, информационный выпуск сегодня. В Госкомитете информации и печати прошло награждение представителей средств массовой информации. Государственные награды от имени главы государства Алана Гоглоева журналистам вручил заместитель руководителя администрации президента Алан Тибилов. Среди награжденных и наши коллеги, сотрудники ГТРК ИР. Репортаж Оксаны Чиоевой. 23 июля в Осетии отметили День национальных СМИ. И сегодня в Комитете информации и печати прошла церемония награждения представителей СМИ. Журналистам были адресованы слова благодарности за добросовестный труд. Хочется сказать от имени президента вам всем огромное спасибо за ваш труд. Мы знаем, что это на самом деле очень большой и сложный труд. Много нервов и всего остального. Но сегодня мы хотим, чтобы вы улыбались с вашей заслуженной наградой здесь. И мы их сейчас уже вручим. Почетных грамот и благодарственных песен были удостоены журналисты телеганала ИР, информационных агентств «Спутник ИРЭС», газет «Хурзарин» и «Южная сетья». Награды от имени президента передал заместитель руководителя администрации президента Алан Тибилов. Мы обязательно тоже будем награждать тех журналистов, которые ярко себя проявляют. Нам на шторгу знаки удар. Спасибо за вашу сложную, но очень нужную работу. Шторгу знаки удар. Из телевизионщиков высокие награды получили корреспондент Стейла Бязарова, телеведущая Арзума Амедова, операторы Азамат Кудзеев и Сармат Гузитаев, а также монтажер Вера Цхавребова. Привет за твой тренировок. Спасибо. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В Республике ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 29, ночью 14 градусов тепла. В Цаусском районе днем плюс 28, ночью плюс 13. В городе Квайса днем плюс 27, ночью 13 градусов тепла. В Ленингорском районе днем плюс 28, ночью 13 градусов с плюсовой отметкой. В столице Республики в Цхенвале днем 29 градусов тепла, ночью плюс 16. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин